Дорогие телезрители, я приветствую вас на телеканале СМР Кант в эфире передачи «Религиозные беседы». Наше местонахождение – город Стамбул, в районе Чекмекуэ. Все мы знаем, что за чтение Курана Всевышний Аллах обещает нам савап, и поэтому мы решили вместе с Хусейном Ужас сегодня поговорить на эту тему поподробнее. Иншаллах. Иншаллах. Биз-смиллях рахмана рахмам. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословление Его пророку Мухаммаду. Саллаху Аллаху Та'алу, Алейхи Ва Салям. Его сподвижникам и всем, кто следует за ним до судного дня. Несомненно, чтение Курана – это то, что больше всего и то, что лучше всего приближает раба ко Всевышнему Аллаху. Ну, естественно, если это чтение будет в месяце Рамадан, оно более лучшим считается. А так, в любое время тоже читать Коран является одним из видов поклонений, в которых раб, несомненно, возвышается перед Всевышним Аллахом. Можно напомнить хадис пророка, в котором пророк, Алейхи Ва Салям, нам говорит, что мусульманин, человек, который ничего не имеет внутри себя из Корана, он подобен дому, который развален, развален дому, или же разрушенному дому подобен. В этих хадисах тоже мы понимаем, что каждый мусульманин ни в коем случае не может жить, проводить такой образ жизни, в котором не существует Корана. Настолько важным, настолько сопутствующим человеку должен быть священный Коран. Всевышний Аллах говорит нам, Ураттилил Курана Тартиля. Ученые описывают это, говорят, когда растолковывают этот ряд, говорят, читай его понятным образом. То есть, давай каждому, каждой букве свое, то, что оно заслуживает. То есть, произношение делай правильно. И также много из аятов есть, где Всевышний Аллах возвышает тех, кто читает Коран, читающие Коран, говорят они. И один очень распространенный хадис есть, в котором пророк, Алейхи Ва Салям, говорит, что мумин, мусульманин, который уверовал в Всевышний Аллах и также читает Коран, он подобен фрукту, который сам и на вкус приятен, и на запах у него приятен также. А мумин, который не читает Коран, он тоже подобен фрукту, или финику, даже правильно будет говорить, финику, у которого вкус приятен, но запаха нет никакого. Запаха нет, но... Или запах есть, вкуса нет. Да. И уже третий идет, это мунафих, то есть человек лицемер, который читает Коран. У него, говорится, запах приятный, похоже на райхан, есть такой цветочек. Запах приятный, а на вкус он очень горький, но не питаются им. И также есть пример лицемеру, который не читает Коран, он подобен колючке. И вкуса у него нет, и на запаха нет, и на вкус он горький. Такой пример. Этот пример должен быть для нас девизом в нашей жизни, потому что Коран, наш образ жизни, наша религия, это и есть Коран. Все, что в Коране говорится, это в нашей поле. Всевышний Аллах говорит, что я не спослал для вас Коран как наставителя. То есть Коран должен быть для нас самым основным наставником. Даже все прекрасно знают, что задается такой вопрос, что, допустим, община, джамаат, которые совершают молитву за имамом, которые стоят за ним, говорят, что мы намереваемся совершить четырехракатную обеденную молитву, стоя за имамом или же следуя за имамом. И также имам говорит, что я намереваюсь совершить обязательную молитву перед джамаатом. Помимо этого, мы все знаем, что у имама тоже есть свой имам, а его имамом является священный Коран. И в других, многих хадисах мы видим, что пророк, слава салям, восхваляет и говорит, что за каждую читаемую букву в Коране ему получается награда. По десять наград за каждую есть. Есть, в которой говорится, например, хадис есть, в котором говорится, алиф, лам, мим, это даже не слово одно, а за каждое, за алиф, за лам, за мим, пророк, алейх, слава салям, говорит, что идет награда каждому. Вот вы привели столько хадисов, аятов, и очень интересно спросить, хочу я, что какое расположение чтения Корана по шариату, то есть человек обязан, если он не выучит, есть ли за это грех? Конечно, для этого тоже существует ответ. Опять-таки, мы вернемся к хадисам. Пророк, слава салям, говорит нам, «Куран будет либо доказательством для тебя, или же будет причиной того, что ты войдешь в рай, или же будет причиной того, что ты войдешь в ад». То есть, если мы знаем, что такое Коран, читаем Коран, и слышим его проповеди, законы, которые в Коране, и нарушаем их явно, то, естественно, Коран будет свидетельствовать против нас. Да. Он уже будет свидетельствовать против нас. А если он будет следовать его законам, его повелениям, то, естественно, Коран будет нашим заступником, он за нас заступится. А если интересующийся есть, каково в шариате, насколько важно это, то Коран является, не скажем, что обязанностью, как молитва, но настолько близко к обязанности, что каждый мусульманин должен это знать, изучать свою книгу, должен знать, как ее читать. Не обязательно знать ее смысл, смысл не обязательно знать. Но чтение, читать человек должен уметь. Это будет похоже на павлина без хвоста, мусульманин. Да, потому что это наша конституция, наш закон это Коран. Если это наша конституция, то мы должны какую-то часть из него хотя бы знать. Не обязательно взять и толкование определенного ибну кассира или кого-то знать. Главное уметь читать Коран. Ну, вот некоторые люди говорят, я, например, турок или я русский, я все равно его смысл не знаю. Зачем я буду просто так в пустую читать? Ну, Коран, он, его восхитительность, его превосходство не в том, что, не в смысле, который мы понимаем или дошел до наших уст, до наших разумов, которые дошел. И не смыслом, который исходит из уст ученых. Коран возвышен тем, что это речь Всевышнего Аллаха. То есть его можно читать, даже если не понимаешь смысла. Да, не можно читать, а этим человек возвышается, так сказать. Не обязательно знать смысл. Потому что, каким бы ни были аяты, какими бы ни были слова известными для нас, допустим, Всевышний Аллах говорит, «Скажи же, что Он Господь, что Он един, что Всевышний Аллах един». Этими словами мы понимаем такое, что как люди, как творение, мы знаем, что Всевышний Аллах говорит пророку, что тот говорил, что Всевышний Аллах един. В этом есть заложено наше вероубеждение. Потому что поклоняться должны единому Аллаху. Всевышний Аллах ни в ком не нуждается. Всевышний Аллах не зависит ни от кого. Никакие дела, он ни с кем не советуется. Это его преимущество. Но именно под этими словами, только под тремя этими словами может находиться большой смысл, которого мы не знаем. Никто не может отрицать то, что смысл есть, который мы вообще не знаем. Мы далеки от этого. Много аятовес, который сегодня даже просто мы знаем их толкование, которое дошло до нас. Но мы не знаем основное, о чем говорится в этом полностью. Поэтому можно сказать, что Коран сам, он говорит о прошлом, прошедшем, о настоящем и о будущем. В Коране есть известие, есть новости, говорится нам о том, что будет в судный день, как люди восстанут, потом близко к судному дню что будет, кто пойдет в ад, кто пойдет в рай, какие бывают рабы, которых Аллах Всевышний любит. И самое главное, что Коран – это связь между нами и Господом. Это самое главное. Всевышний Аллах это сказал. Всевышний Аллах не сотворил Коран. Он его произнес, сказал. У Всевышнего Аллаха имеется эпитет «говорящий». И Он своим величеством высказал эту речь. Единственная связь, которую мы можем ощущать, которую мы можем использовать, делать, говорить – это Коран. Да. Несомненно, мусульманин не может сказать, что мне Коран не нужен или я не обязан его читать. Это в какой-то степени ловушка от шайтана. Да. Ты и так не знаешь арабский язык, зачем его тебе читать туда-сюда? Ну да. Это ловушка. Всевышний Аллах Коран не спасло на арабском языке, потому что этот язык, он красноречивый. Всевышний Аллах говорит, я его не спасло на арабском, ибо чтобы вы его освоили, чтобы вы поняли. Самым красноречивым из языков является арабский язык, и Коран на этом языке. А общий весь смысл мы не сможем понять. Общий смысл мы сможем понять. Допустим, в Коране есть аяты «Алиф, Ла, Аммим». Мы знаем, что это буквы, но мы не знаем, что под ними подразумевается, что Всевышний Аллах хочет этим сказать. Поэтому многие из ученых, когда растолковывают эти аяты, говорят «Аллаху а'ляму бимурадихи бидаликам». Всевышнему Аллаху лучше знать, что Он хотел нам этим сказать. И также Всевышний Аллах в Коране говорит, что я не спасло аяты ясные, как ясные знамения, явные, в которых нет никаких сомнений, нет никаких вторых, третьих смыслов. Следуйте же этим аятам. И также я не спасло покрытые смыслом аяты. Эти аяты не трогайте, говорит Всевышний Аллах. То есть не надо за ними следовать, не надо их обсуждать. Допустим, Всевышний Аллах говорит, «Ар-Рахману а'ляль-Арши истава», Всевышний Аллах говорит по смыслу на русском языке, что Он возвысился на трон. Такой смысл становится понятным. Но что там конкретно сказано, чтобы четко это сказать, ни один ученый об этом нам не говорит. Только те, у кого в сердцах существует интерес к заблуждению, только такие люди обсуждают эти вещи. Одного из имамов спрашивает, «Я имам». Всевышний Аллах говорит в Коране, «Ар-Рахману а'ля-ши истава», «Что это такое?» И этот имам, задумавшись, отвечает ему, «Аль-Истива, что Всевышний возвысился, это известно». А как Он это сделал, это не дошло до нас, неизвестно. Со времен пророка Столоса, до нас об этом не говорилось вообще. Но еще хуже всего говорит, что вопрос об этом является нововведением. И прогоняет этого человека из своего присутствия. Говорит, прогоните этого нововведения, которое сделает нововведение человека, бедатчик, говорит. Прогоните, говорит, его из моего мажлиса. Эти аяты, они называются в арабском муташаби. За ними следуют только те, у кого в сердцах есть чуть-чуть интерес или чуть-чуть уклон к заблудшему. Они следуют тому, что муташаби, аяты, они следуют за этими аятами. А мы говорим, что все от Всевышнего Аллаха. Все даровал нам Всевышний Аллах. Поэтому мы Кораном, мы Кораном поклоняемся Всевышним Аллаху. Мы его, то, что мы понимаем из этого Корана, мы за этим не следуем. Ну вот, может, хотелось бы тоже спросить про это, например, чтение Корана. Очень важно, как вы сказали. А есть какие-нибудь, например, количество? В день нужно столько, можно столько, или в месяц нужно столько читать? Ну, количествами ограничиваться, нигде не указано, что ограничиваться можно. Например... Или рекомендации Алимов есть какие-нибудь темы? Да. Ученые, допустим, если взять, как делали ученые, если не поднести, то имамы, они за сутки заканчивали полностью Коран, каждые сутки читали Коран. Ну, это нам сложно сказать. Ну, а мы, например, Коран – это несложная вещь для чтения, например. Можно с собой иметь Коран, переходить с ним. Можно его читать в автобусе, можно его читать везде. Сегодня, тем более, на наши дни, когда появились технологии такие новые, можно Коран скачать на телефон, можно его читать везде по дороге. Количества ограничений нет. Каждый раз, когда мы читаем Коран, мы поклоняемся Всевышним Аллаху. И есть такой рассказ в книгах Ахиды, мы его видим, что имам Ахмад, ради Аллаху, что он видел во сне Всевышнего Аллаха 99 раз. Ну, Всевышнего Аллаха видим. Ахли Синова Джамаа говорит, что мы должны видеть Всевышнего Аллаха, раз Он по природе, мы должны Его видеть, потому что Он есть. Все, что есть, то видимо. Но то, что перед нами и Ним есть преграда, это другое. С нашими оками, то мы не можем освоить Его Величество и увидеть это другое. Но Он видим, Он имеет аппетит видимый. Он видел Его 99 раз во сне и говорит, что я в следующий раз, когда увижу Всевышнего Аллаха, спрошу у Него, что меня больше всего приблизит к Нему. Он видит Его на сотый раз тоже и спрашивает, О Господи, что меня приблизит больше всего к Вам? И Всевышний Аллах говорит Ему чтение Корана. Он говорит, понимая Его смысл или нет, Всевышний Аллах говорит Ему без разницы, понимает Его смысл или не понимает. Поэтому ограничиваться столько-то дюзов, столько-то аятов сказать, будет неправильно. Но как минимум, как минимум, сказать, человеку будет хорошо, хотя бы один дюз, чтобы он заканчивал. Если он будет читать один дюз в день, то в месяц, каждый месяц он будет заканчивать целый Коран. И насчет достоинств чтения Корана. Много чего можно привести. Есть еще хадисы, в которых о достоинстве говорится. Я к достоинству возвращаюсь. Пророк, саламу, говорит, «Если вы видите сад из садов рая, то присоединяйтесь, садитесь или, как сказать, ходите в этот рай». И спадрюбники спрашивают, что за рай это, что это такое Расулла? Пророк, саламу, говорит, это места, где читается Коран, поминается Всевышний Аллах, читается Коран. И это, пророк, саламу, описал, это райом, местом Израиля, где читается Коран. Какому мусульманину, какой мумин не нуждается в присутствии в таком месте? Каждый из нас нуждается в этом. Сегодня, тем более, когда так сильно человек отвлекается от всего, если он находит такие кружки, если он находит такие места, где поминается Всевышний Аллах. Любое чтение Корана является поминанием Всевышнего Аллаха. Это викр, тоже так считается. Чтение Корана также является поклонением Всевышнего Аллаха, общением со Всевышним Аллахом, возвышением перед Всевышним Аллахом. Столько достоинств, столько всего нам дает, всего лишь чтение Всевышнего Корана. Ну, относительно того, кто слушает Коран, тоже хотелось бы что-то добавить. Каждый человек, если слышит чтение Корана, то он обязан замолчать и прислушиваться к тому, что читается из Корана. Всевышний Аллах говорит, когда же вы слышите чтение Корана, или же читается Коран с мусором. Вы прислушаетесь к этому Корану, и замолчите, прислушаетесь, и дайте внимание на это. Так переводится. То есть, не так, что просто слушаешь Коран и мыслями летаешь где-то. А присутствует там какая-то речь, то, что Аллах сказал через Джабра, и передал к нашему пророку. Поэтому просто так сидеть, и Коран играет, когда ничем другим заниматься не разрешается. Если у нас Коран включен, то надо его читать, прислушиваться, и самое важное, не терять уважение к этому Корану. Как я понимаю, если человек, когда будет включен Коран, продолжит разговоры или продолжит свои дела, он получит за это грех. Он является грешником, ослушанным. Это тоже очень важная тема, действительно. Поэтому это не просто так рассказ какого-то там, не какой-то комикс это, или не какие-то там басничи-то. Это же речь Всевышнего Аллаха. Поэтому у него свой почет есть. Который, а каждый человек, мусульманин, обязан проявить к этому. Ну, а если включают где-нибудь этот Коран, но вы работаете, например, и там тоже обязан человек. Ну, там тоже, видите, там тоже, если его не слушают, хоть кто-то должен сказать, можно ли выключить Коран, или же прислушаться к нему. Конечно, прислушаться к нему будет лучше. А если человек включает Коран и продолжает своими делами заниматься, это будет неуважением к Корану. Потому что, например, некоторые в машине включают Коран, а занимаются совсем другими делами. Некоторые на телефон, как за мелодию, на звонок ставят. На звонок ставят, да. И Коран, и Азан, в таких случаях, это... Коран, это прежде всего, что Аллаха, Азан, это призыв к поклонению. Да, да, да. И с ними не... Это их нельзя делать вещами. Их нельзя делать, каким-то использовать, как вещь. А, например, мы же по исламу не имеем права взять и, например, одевать такую тибетейку, на которой написано Аллаху Акбар, и ходить в ней, гулять в ней, везде. Потому что это имя Аллаха, и это имя Аллаха не используется как вещь. Вот хорошо, что Вы это сказали, некоторые люди это делают. Очень много распространено в наши дни. Много я видел. Такая тибетейка может быть у человека, но она должна быть дома. Но она должна где-то висеть вложить. Есть люди, которые используют четкие, на которых написано имя Аллаха. Это вещь, предмет. Аллаха имя нельзя использовать как предмет, как вещь. Оно заслуживает почета. А весь Коран, он состоит из того, что сказал Всевышний Аллах. Так же заслуживает. Например, Всевышний Аллах говорит о Коране. Коран не имеет права трогать, кроме тех, кто как чистый. Омовение надо сделать. Надо совершить омовение. Надо очиститься и только так далее. Переносить Коран из одного места в другое место. Человек должен взять, провести этот обряд омовения и только так далее. Да. Действительно, очень важная тема это. Да, да. Очень важно. Мы про Азан сказали, что когда Азан читается, нужно прислушиваться. Я в одной сети читал там беру клюбе, там написано, что человек, если Азан читает и он не обращает на это внимание, может уйти без имана. Да, да. Если это Азан только. Да, да. Азан – это призыв к молитве. Вот сейчас как раз по-моему, время Азана у нас. Время Азана у нас, да. Сейчас Азан будет читаться. Да, да. Наверное, на этом… Можно закончить нашу программу. Время уже подошло. Да, да. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу с Надеждой Улисой снова. Ассаляму алейкум. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok